Для продолжения нашей беседы нам следует немножко вернуться назад в прошлое, вспомнить чуть-чуть кое-что, что нам пригодится в этой встрече. Вы помните, что цель наших встреч – это попытаться получше узнать этот мир. Мы помним выражение многих психологов, мнений многих психологов о том, что каждый из нас живёт в том мире, который он себе нарисовал. А мир мы рисуем, зависит от того, в каких условиях мы родились, живём и находимся. Китаец, родившийся в Китае, в общем-то, принимает как норму китайский вариант. Родившийся в Америке принимает американский вариант и так далее. То есть это вещи, которые, если так можно выразиться, даны нам от природы. Кроме того, что у каждого имеет свой характер, есть оптимисты, пессимисты и всё такое прочее. Но мы знаем, что когда Всевышний сотворил человека, он сотворил как бы из двух главных частей. Нефиш, гуш – душа и тело. Не тело или что, а душа и тело. Если мы проигнорируем одну из этих частей, то, естественно, счастливым человеком не может быть. Если мы будем игнорировать тело, полностью это приведёт к болезням. Если мы будем игнорировать душу, результат будет тот же самый. То есть совместное их проживание, душа и тело, не может длиться долго. Болезнь сегодня уже знает, что это начало. Знак того, что что-то у нас не в порядке. Отсюда вытекает вариант, что нам надо искать какой-то путь, как совместить вот эти две вместе. Причём не просто совместить, чтобы было полное единство. Мы помним, что материя сотворена из духовности. Поэтому, очевидно, из этого вытекает, что влияние духовности на нас очень сильно, хотя мы это не чувствуем. Потому что тело не воспринимает духовность. Влияние души на тело доминирующее. Потому что, в общем-то, цель опускания души в этот мир – это именно сделать вот это соединение, подняться на более высокий уровень, поднять тело на более высокий уровень совместно с душой. Поскольку мир является единым, то, естественно, что человек является частью этого единства. А поскольку одинаковых частей в этом единстве нету, то каждый человек представляет из себя что-то такое, что второй уже не может себе представить. То есть каждый из нас индивидуален в особенности. Какая-то особенность есть у каждого? Несмотря на то, что у каждого из нас, мы это уже говорили, повторяем, есть вложены свои силы. То есть у каждого десять одинаковых по названию сил, но не одинаковых по силе действия, по влиянию. И поэтому каждый человек отличается от другого, и каждый человек является частью всей большой этой системы, которая называется наш мир. И поэтому заменить каждого человека очень трудно, потому что каждой особенностью. Вот это мы должны особенно хорошо помнить, когда мы начинаем судить себя и других. Мир сотворен по определенным законам, и нам не дано их изменить. Ну, например, есть весна, зима, лето. Мы отменить их не можем. Если что, мы можем, это устроить свою личную жизнь так, чтобы зимой нам не было холодно, а летом не было очень жарко. Но отменить ни зиму, ни лето мы не можем. Отсюда есть у нас и выбор, то есть мы выбираем, где и как мы будем жить. И с другой стороны у нас есть законы, перед которыми мы бессильны. Хотелось бы немножко остановиться на понятии случайности. Ну, вы знаете, что случайность в нашей жизни является частым явлением. Случайно произошло одно, случайно другое. Случайно встретил человека, случайно познакомился. Дорожное происшествие происходит абсолютно случайно. Это понятно. Но есть во всём этом ещё один момент, на котором нам хотелось бы сегодня остановиться. Допустим, человек заболел. Человек заболел. Ну, там промочил ноги, всё что-то. Понимаете, это случайность. Как узнать, где случайность, а где закономерность? Человек заболел. Для нас это случайность. А для врача не совсем уверен. Врач может более-менее определить, не все болезни, но знает, что это от того, а это от другого. Это что-то сделал не так. Понервничал. Ребёнок любит конфетки, шоколадки, кушает их в изобилии. Потом болят зубы. Потом болят зубы или ещё что-нибудь. Он, конечно, не имеет, не может связать абсолютно вот эти две части. Конфеты он ел, это было приятно. А зубы болят, это совсем другая опера. А может быть, это не только так, может быть, многие другие вещи тоже происходят. Мы их видим, как случайно. А на самом деле они не случайны. Смотрите, Пастер открыл в своё время понятие микробы. И весь мир сразу обрадовался. Теперь мы этих микробов быстренько уничтожим. И будем жить, как говорят на иврите, кто сколько хочет, до 120 лет. Результат оказался совершенно неожиданным. Когда мы уничтожили этих, пытались уничтожить этих самых микробов, то оказалось, что ситуация ухудшается. В процессе развития нашего понимания окружающего мы мы пришли к выводу, что есть такое понятие, как гены. Гены – хорошая вещь, да, всё. И я сразу начал, у этого болезнь, потому что такой ген, у этого, потому что другой ген, то всё списывалось на гены. Прошло некоторое время, и обнаружили, что и это не совсем точно. То есть, может быть, у двух людей одинаковые недостатки в генах, но один болеет, а другой – не. Более того, обнаружили, что есть факторы, которые влияют на генетику. И там медицина нашла очень интересную формулировку, как это объяснить. Слабый иммунитет. То есть, наши понятия потихонечку, с одной стороны, расширяются, с другой стороны, потихонечку где-то приближаются от случайностей к закономерности. Вернёмся к шоколадкам ребёнка. К этому ребёнку будет 30, он будет точно знать, что болезнь не эти от шоколадок. Правда, есть другой момент. Здесь удовольствие мы ставим по час выше. того, что умом мы понимаем, что это не так. Но желание у нас делает, как вы видите, курение. Простой вопрос. Все курят, все знают, а никакого результата. Курят. То есть, если мы поглубже посмотрим, то мы обнаружим, что мир всё равно остаётся для нас закрытым. Мы немножко глубже влезли, мы что-то поняли, но мы не дошли до конца, до того точки, когда можно будет сказать, что теперь мы всё знаем. То есть, мир всё равно остаётся закрытым. Мы открыли ещё что-то, мы что-то ещё поняли, но результата, к сожалению, большого нет. Возьмите известную историю с туберкулёзом. Когда я учился в школе, нам объясняли, что мы нашли лекарство от туберкулёза, и теперь остальное вы уже знаете. Сегодня пришли к обратному результату. 10% туберкулёзников умирают, и никакие средства не могут их спасти. Это всё, что мы более-менее знаем про науку. То есть, наука продвижается вперёд. Она потихонечку приближается к понятиям, которые были, существовали у человечества. У всех кто-то знал, кто-то не знал, но были известны тысячи и сотни лет тому назад. Например, сегодня Рамбам был один из таких мудрецов наших, и советы, которые он давал по сохранению здоровья, до сегодняшнего дня остаётся в силе. Он отличал 10 видов, 10 разниц в работе пульсов. 10 пульсов отличал. Вряд ли кто-то сегодня на это решится. Сегодня у нас есть рентген и так далее. Вся эта техника, эта реализация, всё это прекрасно, хорошо, но результат, к сожалению, не тот, который мы ожидаем. Мы знаем, что по религии Всевышний сотворил наш мир, и он функционирует прекрасно. Помните, мы говорили о том, что люди в 20 веке тщательно пытались принять все меры для того, чтобы улучшить человеческий организм. Работали тяжело и долго. И к концу 20 века пришли к выводу, что то, что есть, самое лучшее. Изменения условий, которые мы делаем, если они идут, естественные изменения какие-то, не от нас зависящие, или совпадают с законами природы, действия у нас положительные. И все остальное искусственное, что мы изобретаем, в конечном итоге приводит к тем результатам, что эти лекарства передают действовать, эти советы перестают работать. Когда Всевышний сотворил этот мир, то, естественно, он создал законы, по которым этот мир движется. И он нам отпустил на это 6 тысяч лет. Законы эти постоянно, они не меняются. И нам трудно представить, что наряду с существованием этих законов, жестких, окончательных, неизменяемых, у нас есть свобода выбора. У человека всегда есть возможность выбрать по своему усмотрению, по своему желанию. Но это решение, если он идет действительно чисто по своим желаниям, они исходят не от духовных сил, а от материи, от тела, потребности тела. И потребности тела, когда начинают давлеть над духовностью, то вначале мы получаем очень хорошие результаты, приятно, хорошо, все нормально. Но по прошествии некоторого времени оказывается, что мы куда-то не туда приехали. Ну, примеров, конечно, очень много, что каждый задумает. И нам бы хотелось предоставить эту возможность каждому. посмотреть, какие идеи на протяжении всей истории человечества были, начиная от времен, которые нам известны, и заканчивая сегодняшним днем, когда мы идем по чисто материальным направлениям, приходим постоянно в тупик. 20 век – это очень хороший показатель. Очень. Законы вне времени. И в этом особенность этого происшествия, нашего существования. То есть законы, они установлены, не подходят к любому времени. То есть если в Тари, к примеру, написано, это делай, а это не делай, то это было и 3000 лет тому назад, и 2000, и 1000, и сегодня. И завтра тоже. Наше право делать то, что написано, не делай, и наоборот. Но результат потом, мы уже начинаем догадываться, вытекает почему. То, что мы находимся под властью времени. И мы ценим все с точки зрения времени. То есть наш возраст, наш опыт данного захода в этот мир. Мы говорили, что у нас не один заход был. У нас был то, что называется возвращение души, гиргульный фашад. И каждый раз, приходя сюда, мы приводим с собой весь опыт прошлых жизней. И на базе этого мы как бы продолжаем жить. И в этом и заключается наша задача. Нам очень сложно допустить мысль, что есть сила, которую мы не можем обнаружить и понять. То есть сила, которая управляет этим миром. Если мы думаем, допустим, лет сто тому назад, то наука видела пять-шесть сил, которые действуют. Потихонечку, по мере развития науки, эти силы переходили один, совмещались, находили общность. И сегодня, если у нас память не подводит, имеется одна или две силы, максимум две, которые действуют в этом мире по науке. А по религии уже давно-давно одна сила. И мы не можем это воспринять. Одна из причин в том, что, во-первых, мы восприним только материальное, духовное. Это находится не в сфере нашего мышления. Мы можем обнаружить, что это есть, что это находится, потихонечку, потихонечку пытаться через чувства и память это восстановить. Поэтому нам да, дана возможность ознакомиться с этими факторами, и восстановить как раз один из моментов, который нам пытается объяснить через материальные понятия о существовании духовных миров, о существовании той силы, собственно, из которой всё это и произошло. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!